Серия рабочих встреч продолжилась сегодня вечером. Глава Чувашия Михаил Игнатьев обсудил вопросы сотрудничества с начальником Горьковской железной дороги Анатолием Лисуном. Анатолий Лисун отметил, у железной дороги непростые времена и дело не только в уровне пассажиропотока, который по итогам 9 месяцев этого года снизился почти на 4,5%. Если говорить по работе железной дороги, у нас одна беда, объемы падают. Потому что мы прежде всего указываем услуги, и если вы не будете производить, то нам возить нечего. Поэтому мое пожелание – больше производить продукции, чтобы была у нас работа. Надо ограничить поток, сейчас проехали по трассе, невозможно у вас ехать. Надо постоять через 50 километров в лесу и всех штрафы брать и отправлять на железную дорогу. Мы переведем всех. Больше продукции производить в республике готовы. Нынешняя экономическая ситуация в стране и связаны с ней санкции многим местным производителям даже на руку. Санкции подъявлены, а мы начинаем это производить. Возможности наши препятствия начинают использовать. Также стороны обсудили вопросы компенсации расходов на пригородные пассажирские перевозки. Дело в том, что за проезд население платит меньше его фактической цены. Разницу перевозчику компенсируют из республиканской казны. В 2015 году эта сумма составит 72 миллиона рублей. Кроме того, в Чувашии для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Для компенсации этих затрат из казны потребуется выделить еще около 4 миллионов рублей. Ольга Пыричкина, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика.